18-го, начало 19-го века, а когда с французом, с Наполеоном, покончили, покончился его мода, французской директории. И талия вернулась снова на свои места, снова вернулись пышные юбки, не такие пышные юбки, такие квадратные, как период Елизаветы. И эти костюмы, вот мы такие наряды себе шьем, вот этот сюрприз будет на дам. Я, помимо всяких других увлечений, еще вот, ну вот, допустим, шила себе платье, наношила 20 платьев, потом думаю, ну куда уже, ну куда уже, в шкафу они помещаются. Я начала одевать кукол в наши наряды. Я начала сначала с нарядов своих дам, в этих нарядах. Людочка, иди, солнышко, сюда. Похоже? А? Она не знала, что я их так вот слышу. Посмотрите, вот, все, все как в этом наряде, как положено в 19 веке. Головной убор. Ну, да, девушки могли быть без головного убора, цветы, этого достаточно. А дамы, а мы же дамы, да? После 30 лет, господи, боже мой, 40 лет считалась уже в старухе. Это кошмар какой-то, я просто не хотела бы жить тем не делала. 40 лет уже в старухе. Она уже была пожилая, она была в старухе 50 лет. 50 лет жизнь только начинается, да? Вот, вот, да, как старушка 42 лет. Ну, вот такой наряд нашей, я почти всех своих дам, всех кукол барби надела в наряды своих платьев. Просто когда их нет, я вместо них показываю эти, да, покружись, покружись, мое солнышко. В этом году эти куклы участвовали в этом манеже на форуме тракторном. Вот почему-то временно эта кукла пользовалась большим сетом, да. А это, наверное, я. Это, наверное, я. Смотрите, у Верочки, вот она сегодня в другом платье. Потому что то платье, которое я ее надела, оно очень помпезное, представительное. И самое главное, оно очень тяжелое для переноски. Да, вот Верочка наша. Вот у нее есть такое платье. Пойми, мы тоже тоже вешать киплю. Некуда, да? Вот, верни, куклу. Ага, вот. Красота, да? Красота. Вот это наша Верочка. В таких платьях она танцует на самых главных баллах. Ну, вот это вот я похвалилась. Так, вот это сюрприз я.